Добро пожаловать в пресс-клуб. На этой сцене ежемесячно выступают журналисты, редакторы, медиапрофессионалы с Европы и со всего мира. Тут выступали уже десятки людей. Но сегодня у нас особенное. Открытая лекция. Сегодня мы не только прикоснемся к активностям одной из крупнейших журналистских организаций, я имею в виду Комитет по защите журналистов в Нью-Йорке, сегодня мы не только послушаем про лучшие мировые практики расследовательской журналистики и не только разберем основные принципы и стандарты расследовательской журналистики, мы разберем их на примере одной блистательной, я считаю, журналистской работы, которая лично касается многих из нас. Лично касается многих, кто присутствует здесь сегодня. Она касается меня лично, потому что так вышло, что мы с Павлом Шереметом в разное время писали для одного и того же издания, я имею в виду огонек российский о Беларуси. И после я познакомился, имел честь познакомиться с ним лично в 2014 году в Варшаве на семинаре «Беларусин фокус». И тут это личная история для многих в пресс-клубе на самом деле тоже, потому что Павел два года подряд в 2013 и 2014 году был членом международного жюри конкурса журналистских работ в Беларуси «Беларусин фокус», из которого во многом вышел и пресс-клуб в том виде, в котором он сейчас присутствует здесь в Минске. Это личная история для многих друзей, коллег, которые сегодня пришли сюда. Это личная история для многих из нас просто потому, что мы журналисты. И прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя, я хотел бы дать слово двум людям, для которых эта история, возможно, наиболее личная. Я приглашаю на эту сцену коллегу Павла Шеремета Светлану Каленкину. Пожалуйста. Добрый вечер. Я хочу всем вам напомнить, что среди белорусских журналистов Павел – это такая самая яркая, наверное, персона, которая показала, что означает журналистское расследование. Вообще, какой резонанс оно может иметь. Все, конечно, помнят, знают, кто был маленький, читал позже об этом, как в Беларуси исчезали политики. До этого исчезали криминальные авторитеты. И про это, конечно же, писалось, эта тема поднималась, но потом исчез Дима Завадский, оператор, с которым работал Павел. И тогда это стало просто делом принципа, личным делом Павла Шеремета узнать, что же произошло с Димой Завадским. Он занимался этим всеми доступными и недоступными способами, чтобы узнать правду, что произошло и кто виноват. Например, может быть, кто-то не знает, был такой эпизод, когда наш тогдашний генеральный прокурор прятался в монастыре в Ярославле. Это был Олег Бажелко. И Павел ездил к нему на встречи, на беседы. Он просил благословения, чтобы настоятель монастыря, благословил Бажелко, обнародовать информацию об исчезнувших, о том, что же произошло. И частично эта информация была обнародована. Правда, и настоятель монастыря благословил по просьбе Павла Бажелко рассказать, что же случилось. И какие-то документы он передал. Но потом, буквально на следующий день, вот, допустим, на вторник было назначено интервью Бажелко, и во вторник его уже не оказалось в монастыре. Он нашелся потом уже только в Минске. Но, тем не менее, именно настойчивость, когда правоохранительные органы не могут, не хотят, не способны, имеют какие-то свои интересы, именно настойчивость журналистов, и в первую очередь Павла, я считаю, что, в принципе, позволила в Беларуси остановить политические исчезновения. Когда стало понятно, что невозможно будет все это списать на какие-то бытовые причины, криминальные причины, бизнес-причины, политические исчезновения в Беларуси все-таки исчезли. И в этом большая заслуга Павла. По иронии судьбы сегодня мы будем говорить о журналистском расследовании убийства самого Павла Шеремета. Я хочу вам напомнить, что, когда все это произошло в июле прошлого года, наша журналистка Ира Халиб написала, ну, я так буду недословно цитировать, а по смыслу, что если уместно в этой ситуации так говорить, писала Ира, то хорошо, что это все произошло на Украине, потому что если бы эта трагедия случилась в Беларуси, мы бы никогда не узнали правду. Если бы это произошло в России, мы бы никогда не узнали правду. Но поскольку это случилось в Украине, то есть шанс, что все-таки будут найдены виновные, и это преступление будет раскрыто. И вот прошло больше года, и мы теперь уже все понимаем, насколько мы были наивны, и Ира, и мы все были наивны, оценивая то, что происходит в Украине. Потому что виновных нет, подозреваемых нет, ничего внятного не прозвучало. И ситуация, которая была в Беларуси в свое время, когда были политические исчезновения, повторяется теперь в Украине. Журналисты начинают вынуждены заниматься, в общем-то, не своим делом, вынуждены искать виновных, вынуждены и будоражить общественное мнение и напоминать, что такие преступления не должны и не могут быть не раскрыты. Что все-таки это дело чести любого президента, любой власти раскрывать. Особенно громкие демонстративные преступления, направленные на запугивание, на демонстрацию силы. Крис проделал действительно огромную работу. Большое ему спасибо. Мы встречались в ходе журналистского расследования, которое он проводил. Он ездил по всем нашим странам. Мне, конечно, очень жаль, что спустя год мы будем говорить о том, что такое преступление остается нераскрытым. Что буквально вчера еще украинская полиция признавала, что она была непрофессиональна, что была реформа полиции. Именно поэтому нет никаких подвижек в деле Павла Шеремета. Все это, конечно, звучит отвратительно. Все это звучит цинично. Я уверена, что если бы, не дай бог, с кем-то из украинских журналистов произошло что-то подобное, то Павел обязательно бы тоже ввел свое расследование. Обязательно бы искал, кто виноват. Обязательно бы ни в коем случае не отпускал эту тему. Но глядя из Минска и из Минска, мне все-таки кажется, что как-то слишком большой кредит доверия украинские журналисты дали своему правительству. На мой взгляд, все-таки в Украине недостаточный резонанс от того, что это преступление не расследовано. Ну, Комитет защиты журналистов очень авторитетная организация. Я, кто не знает, могу сказать, что Павел получил свою премию Комитета защиты журналистов, когда переходил, тоже делал журналистское расследование о переходе, о дырах на белорусско-литовской границе. И тогда его посадили. И вот тогда Комитет защиты журналистов, он, по-моему, был первым белорусским журналистом награжденным. И не мог поехать в Нью-Йорк получить свою премию, потому что был невыездным. Сначала он сидел в СИЗО, а потом он уже не мог выехать из Белоруссии. И тогда впервые была выездная церемония награждения здесь, в Минске. Сюда в Минск приехали представители Комитета и награждали Павла. И вот, к сожалению, второе такое, опять получается, заочное. Мы можем сказать, что да. К сожалению, ярких личностей мы не всегда можем защитить. Но, мне кажется, действительно должны делать все возможное, чтобы больше никому даже в голову не приходило надеяться, что можно кого-то убить, взорвать, застрелить, запугать. И это дело останется нераскрытым. Спасибо. Спасибо большое, Светлана. С нами сегодня находится мама Павла Шеремета, Людмила Шеремет. Людмила Шереметовна, два слова, пожалуйста, тоже. Два или четыре? Два – это добрый вечер. А так высоко пресс-клуб забрался. И, наверное, правильно, потому что с высоты все-таки лучше видно. Я очень рада вас здесь видеть, приветствовать. Я вас всем очень благодарна за память, за то, что вы здесь. Здесь я могу сказать, что я не один раз, я была дважды у Порошенко. Первый раз об этом не писали. Но и первый, и второй раз он говорил о том, что это дело его чести раскрыть это преступление. Первый раз он вообще говорил, что он очень любил Павла, что Павел настоящий герой. Ну, в общем, очень много было всяких приятных слов, теплых сказанных. И в конце нашей встречи я произнесла слова Ирины Халиб. И Александр Федута тоже говорил об этом, что если бы это было Белоруссия и в России, то я это сказала Порошенко, ему это очень понравилось после первой встречи. А вот в конце второй встречи я ему сказала, вы гарант Конституции, у вас работают законы, но вы говорите, что это дело вашей чести. А вот господин Аваков написал, что это такое сложное дело, которое никогда не будет расследовать. То есть 7%, оно подпадает под 7%, где ничего не будет сделано. Поэтому у меня, конечно, особой надежды на правосудие Украины на сегодняшний день уже нет. И я, конечно, очень благодарна CPG. Я благодарна всем журналистам, для которых судьба каждого. Я не говорю уже о своем сыне, потому что, к сожалению, мне всегда очень нравилось, но мне она и теперь нравится, профессия журналиста. И я всегда считала, вот как это здорово, ведь это так много надо знать, ведь это настолько должен быть эрудирован человек, он должен уметь держать аудиторию и так далее. Но я не совсем задумывалась. Я, конечно, переживала за своего сына. Я всегда была зажата, я волновалась. И не только за него. Но мне казалось, что все-таки не должны так расправляться с журналистами. А теперь я вижу, что расправляются. И сегодня 20 октября, и я хотела бы вспомнить и Веронику Черкасову. Это день, когда ее убили. И тоже убили за ее профессиональное расследование. А что я могу сказать? Очень будьте внимательны. Работайте честно, но при этом помните о своей собственной жизни, о своих близких, которые могут тоже страдать. Будьте, ну, как поздно. Будьте очень аккуратны, осторожны. И я желаю вам всем успехов и удачи. Я когда-то Павлу говорю, слушай, Паша, может, ты был бы вот так, как Ястржемский. Он снимает великолепные фильмы, там, о животных. Вот сейчас даже он премию получил. Говорит, почему ты не... Или я была на его лекциях, и мне очень нравилось, как он читает лекции, как он держит аудиторию. Говорит, сын, может быть... Да он сказал, нет, рано. Я еще к этому не готов. Ну, вот так. Спасибо большое, Крис. Спасибо всем. Действительно, в 1998 году Павел Шеремет стал первым белорусским журналистом, который получил международную премию в области свободы прессы, которая вручается ежегодно комитетом по защите журналистов в Нью-Йорке. И по иронии судьбы, 18 лет спустя его трагическая гибель стала поводом для журналистского расследования CPJ, которое провел наш сегодняшний гость, Кристофер Миллер. Крис работает в Украине уже давно, уже 7 лет, по-моему, да? Если не ошибаюсь. Он жил в Донецке еще в начале 10-х годов. То есть он знает и страну, и наш регион Восточной Европы в целом очень хорошо. И, что немаловажно, он лично знал Павла. Поэтому о знакомстве с Павлом, о расследовании расскажет журналист Кристофер Миллер. Прошу. Добрый вечер. Спасибо, что пригласили меня. Я говорю на русском языке и понимаю по-русски, но не бегло, поэтому будем сегодня говорить с переводом. Я думаю, стоит начать с того, что я расскажу о том, как я познакомился с Павлом, потому что это важно для понимания истории в целом. Я знал о том, кто такой Павел Шеремет задолго до личного знакомства, как и многие другие люди, потому что это очень известное имя. И в конце 2013 года мне очень повезло лично с ним познакомиться. Это была неидеальная ситуация для встречи в начале Евромайдана на утро после очень ожесточенных столкновений на Майдане. Мы увидели друг друга. Он не знал меня, но я очень хорошо знал его, и я подошел к нему после долгой бессонной ночи. И я слышал очень много от своих коллег, насколько он внимательный человек, и насколько он профессионально подходил к интервью, к общению с людьми. И все это стало очевидным в первый же день моего знакомства с ним, когда он беседовал с молодым человеком, у которого была травма головы, все лицо покрыто кровью, и вообще ситуация была очень напряженной. после вот этих ожесточенных столкновений ночью. И в конце концов я к нему подошел, и когда он понял, что я не бегло говорю по-русски, он сказал несколько слов по-английски. Это разрядило ситуацию, мы посмеялись. И он сказал, все нормально, я тоже иностранный корреспондент. Мы встретились с ним еще несколько раз в течение следующих нескольких лет, но последняя наша встреча мне особенно запомнилась. За шесть недель до его убийства мы были вместе в президентской администрации в Киеве, и президент давал свою ежегодную пресс-конференцию, и как только она закончилась, мы с Павлом беседовали. Пресс-секретарь президента шутил с нами, он подошел к нам и, шутя, сказал Павлу, почему ты не задал ему вопрос на белорусском языке? Это бы придало очарование этому вопросу, да. И именно в этот момент перед нами возникла камера, и корреспондент за камерой спросил, критические журналисты, что такого смешного происходит, почему вы смеетесь? Павел всегда мог разрядить даже самые напряженные ситуации. И мы смеялись, смеялись, другие журналисты вокруг нас, и, честно говоря, это последний раз, когда я наблюдал, как журналисты в Украине смеются по поводу своей работы. Чтобы вы понимали контекст, через шесть недель я проснулся и узнал о том, что Павла убили. Это время было очень сложным для журналистов в Украине и разделило журналистов. И мы наблюдали, как ситуация в журналистике постепенно ухудшалась, имели место устрашение журналистов, нападки на журналистов. Крещендо этого всего состояло в том, когда убили Павла. Это очень напугало журналистов в Киеве и особенно напугал тот факт, что до сих пор неизвестно, кто его убил. Когда Павла убили, у многих были надежды на то, что прогресс в этом расследовании будет достигнут очень быстро. Но, несмотря на это, к январю 2017 года вообще никакого прогресса достигнуто практически не было. Тогда со мной связались представители CPJ, и, зная о том, что я лично знал Павла и что я писал о его убийстве, они попросили меня провести собственное расследование его убийства. Наш подход в CPJ состоял не в том, чтобы раскрыть преступления или найти людей, которые убили Павла. Задача, которая стояла передо мной, это расследовать действия украинского следствия. Для меня это было как вскрытие, вскрыть тело и узнать, что пошло не так, потому что спустя несколько месяцев после убийства следствие не достигло никаких результатов. Мы разработали план, который состоял в том, что мы выяснили, кто конкретно из представителей украинских властей занимался этим расследованием, и мы связывались с представителем каждой из этих групп отдельно. Я уверен, что ситуация в Беларуси очень похожа на ситуацию в Украине, и власти не очень быстро реагируют на запросы журналистов. Кроме того, я не хотел выдавать информацию, которую я уже располагал, и поэтому я официально рассылал запросы с четко сформулированными вопросами каждой из этих организаций. Кроме того, я рассмотрел по отдельности каждую из трех теорий убийства, которые рассматривали украинские власти. И таких теорий было, в общем-то, три. То есть они рассматривали украинский след, российский след и белорусский след. И в то время не было никаких данных, которые бы свидетельствовали в пользу какого-то из этих следов более, чем двух остальных. И даже в начале моей работы уже было множество факторов, которые следовало принимать во внимание, и множество работ, которые предстояло проделать. И я связался с другими журналистами, которые уже занимались расследованием, которые искали людей, которые совершили это преступление, из украинских организаций, которые искали людей, которые совершили это преступление. Так как они начали свои расследования с первого дня после совершения этого преступления, Естественно, они достигли гораздо большего прогресса, чем я. То есть сначала я разослал официальные вопросы, а потом связался с родственниками, друзьями и близкими Павла для того, чтобы узнать, каковы могли бы быть мотивы этого преступления. Потому что на основе этой информации я мог бы более четко сформулировать вопросы, которые я задавал представителям украинских властей, которые проводили расследование. Вкратце, то, что я обнаружил, это то, что у Павла была очень интересная, сложная и неоднозначная жизнь. В какой-то степени он стал целью, мишенью, в которых отношение к журналистам очень часто очень плохое. Чем больше я углублялся в эту тему, тем более я понимал те сложности, с которыми могли бы столкнуться украинские следователи. Но принимая во внимание те усилия, которые они предпринимали, и даже участие в ФБР, я не понимал, почему спустя несколько месяцев они не достигли никакого прогресса. После нескольких десятков интервью с родственниками и друзьями Павла у меня появился список вопросов к властям, а также возможных теорий и мотивов убийства Павла. И используя нашего исследователя в нашей организации, а также журналистов, которые проводили расследование смерти Павла, мы ранжировали эти теории и эти вопросы в определенной последовательности, начиная с наиболее вероятных теорий, наиболее вероятных мотивов Павла. У меня было множество информации, я заполнил десятки таких альбомов, таких тетрадей, и списки мотивов начинались с каких-то личных мотивов до профессиональных мотивов, и даже до каких-то причин, которые были не связаны непосредственно с ним. После этого я понял, приблизительно начал представлять, какой объем информации, вероятно, собрали следователи, расследующие этого дела. Вооруженные этой информацией я начал проводить интервью с службой безопасности, полиции и другими силовыми структурами, следователями, другими структурами, связанными с этим расследованием. И как вы, наверное, представляете, они не очень с удовольствием шли навстречу. И даже не очень открыто сообщали мне о том, кто конкретно занимался этим расследованием. Мои первые интервью были обычно не очень продуктивными, и мне приходилось возвращаться и еще раз их проводить второй и третий раз иногда. И иногда эти интервью приводили, уводили меня в сторону от основной идеи, и этот путь вел никуда. Очень быстро я обнаружил, что нет какой-то единой теории. И каждая из силовых структур, которые я интервьюировал, рассматривала разную основную теорию убийства Павла. Они все хотели найти какие-то связи с Москвой или какой-то организацией в России, но у них не было никаких доказательств таких связей. Я не говорю о том, что Россия не принимала участие в этом преступлении, у нас нет доказательств, но у этих организаций, которые я интервьюировал, также не было никаких фактов, указывающих на руку Москвы. Но чем больше я оказывал на них давление, тем чаще они обычно отступали назад и допускали возможность наличия других теорий. Но единственное, что они абсолютно не допускали, это участие представителей украинских властей. Я сделал для себя вывод такой, что это уже было похоже не на объективное расследование, а на политически мотивированное расследование. Потому что в отсутствие доказательств они пытались навесить это преступление на удобного для них врага. И я не думаю, что следователи должны думать в этом направлении. И когда я представлял им те немногочисленные факты, которые у меня были, в том числе видеоматериалы, которые они сами собрали, они начинали более открыто со мной общаться, но одновременно мне казалось, что они очень мало располагали фактами об этих доказательствах. В частности, я интервьюировал Сергея Князева, шефа национальной полиции Украины. И этот человек, который должен был руководить этим расследованием, по крайней мере, мне так в то время говорили. Он отметал все мои вопросы и обвинял меня в том, что у меня уже сформулированы какие-то предубеждения по поводу этих вопросов, и обвинял меня в необъективности. В то время как единственное, что я пытался сделать, это предложить ему рассматривать другие возможные теории. Или я пытался узнать, рассматривал ли он со своей командой другие возможные теории. Он также спрашивал меня, что, может быть, я не журналист, а следователь, потому что я задавал один и тот же вопрос пятью разными способами. Я был настойчив, и я немного получил от него информации, но пару вещей, которые я узнал, были интересными. Одна из этих вещей состояла в том, что женщина, которую запечатлила одна из камер наблюдения, я узнал о том, что в полиции есть видео, которое очень четко показывает ее лицо, и я пытался узнать, почему это видео или фотография лица этой женщины не были публично опубликованы. Это интервью проходило в марте-апреле этого года, то есть почти девять месяцев спустя после смерти Павла, убийства Павла. Я говорил ему о том, что в других странах, в том числе в моей родной стране США, правоохранительные органы обычно публикуют подобного рода фотографии и просят общественность оказать помощь в идентификации этого человека. Это происходит, когда следствие тормозится, я ему сказал, но он мне ответил, что если мы опубликуем фотографию или видео, на котором четко видно лицо этой женщины, это может поставить ее под угрозу или может вынудить ее покинуть страну. Не мне вам говорить, насколько это глупо звучит. Я также узнал, что они сопоставили ее лицо с другой фотографией, но не идентифицировали этого человека, то есть не определили ее имя, род деятельности и гражданство. Кроме вот этой информации, в течение всех моих интервью я не узнал ничего нового, кроме того, что уже находилось вообще в общем доступе и кроме того, что я уже знал раньше. Вскоре после этого интервью OCCRP опубликовала результаты своего расследования, в котором указывалось, что в ночь убийства Павла перед его домом находился представитель службы безопасности. После того, как было опубликовано это видео, если вы помните, очень много состоялось интервью украинских следователей с МИДИА. Это расследование привело к тому, что они стали более разговорчивы, представители украинских властей, стали более разговорчивы и стали приглашать меня на свои встречи. И они хотели показать мне, что они выполняли свою работу и они рассматривали больше, чем одну теорию. Но когда я встречался с ними, то я все больше и больше понимал, что разные органы, ведущие расследование, не общаются между собой. И тогда стало еще менее понятно, кто ведет это расследование. В июле CPJ опубликовала отчет, в котором говорилось, что прогрессовое расследование убийства Павла не достигнуто. И, кроме того, указывалось на недочеты, которые существовали в расследовании с самого начала. Я также обнаружил, что некоторые доказательства были потеряны или уничтожены. Сказал на то, что отсутствие общения между разными организациями, ведущими это следствие, не приводит к повышению его эффективности. Им не очень понравился этот отчет с CPJ. Я думаю, Ирина Станиславовна может подтвердить, что когда мы приезжали в Киев на презентацию этого отчета, они все очень готовы были с нами встречаться и общаться, но у них, тем не менее, не было никаких ответов на наш вопрос. Но результатом нашего отчета было одно обещание президента Порошенко. Он предложил, что будет приглашен следователь, представитель международной организации, которая будет работать вместе с украинскими следователями. Однако он до сих пор этого не сделал, и когда в прошлом месяце я его спросил, собирается ли он это сделать, он мне ответил, я жду, пока вы мне порекомендуете человека. Я говорю это не для того, чтобы подкопаться к президенту, я говорю это для того, чтобы доказать тот факт, что украинские следователи недостаточно серьезно подходят к этому следствию. Если вы хотите получить результаты, то вы должны сделать все, что в ваших силах, чтобы получить эти результаты. Я им говорил об этом, и я им говорил об этом не для того, чтобы свою точку зрения навязывать им, а для того, потому что это так и есть. Я думаю, что на этом я закончу свое повествование о том, как готовился этот отчет, и я готов выслушать ваши вопросы, какие-то конкретные вопросы по поводу этого расследования или по поводу подготовки. Я понимаю, что я вам дал очень краткую версию этой информации, поэтому если у вас есть какие-то конкретные вопросы, относящиеся к какой-то конкретной тематике, то пожалуйста. Окей, меня зовут Олег Колобов, и я хочу вам задать, конечно, вопрос, но этот вопрос – это выполнение долга перед матерью Павла Шеремета, перед моей матерью, перед матерью Юрия Захаренко, бывшего министра внутренних дел, который исчез, перед Зиной Гончар, которая в два Гончара исчез. Николай Александрович Онищенко, директор пресс-клубов. Знаешь, что такое? Меня зовут Олег Колобов. Пожалуйста, я буду задать вопрос в английском. Вы можете представить ситуацию, что в некоторых украинских, или русских, или белорусских sources, в реальности, с очень хорошей свидетельствами о убийстве Павла Шеремета, уже была опубликована, но не в основном медиа. Вы можете представить ситуацию? Я могу представить, что в таком сложном, запутанном деле у кого-то, у какого-то человека может быть своя точка зрения, которую он может опубликовать в социальных СМИ или в блоге, на веб-сайте. И я тоже общаюсь со своими друзьями в баре, на кухне, и мы выдвигаем различные версии того, что могло произойти. И из всех тех предположений, которые делают люди, одно из этих предположений может оказаться правдой. Но я хотел бы видеть теорию, основанную на фактах и доказательствах. А в настоящее время очень мало есть таких фактов и доказательств. То есть, если я правильно понимаю вопрос, если есть какой-то человек, который правильно определил версию этого убийства на какой-то альтернативной медиаплатформе, то я хотел бы увидеть подтверждение, то есть факты, подтверждающие то, как они эту информацию получили и какими доказательствами они располагаются. Я не могу ничего сказать про убийство Павла Шеремета, у меня нет конкретики, но есть более тяжелые случаи. Это исчезновение министра Юрия Захаренко. Его мама, престарелая 90-летняя женщина, недавно получила отказ из суда признать его мертвым. Хотя, вот что я имел в виду, вот в этой книге в 2001 году абсолютно точная версия, куда делся Юрий Захаренко, была опубликована. Есть и другие более важные источники на эту тему. Вот Светлана Каленкина сидит, Иосифу Середичу, Я показывал журнал, где еще есть более развернутая версия. Вот этот журнал. Ну, это, да, мы спорим. Да, я просто к тому, что вполне возможно, что и про убийство Павла Шеремета уже есть авторитетные, доказательные свидетельства. Спасибо. Я только хочу напомнить, что у нас сегодня другая тема. Эта тема болит очень многим белорусам, поверьте, и очень многим журналистам. Но сегодня у нас другая тема разговора. Света Каленкина. У меня очень простой вопрос. Мы все время слышим про то, что рассматривался и российский след, и украинский след, и белорусский след. В то же время знаем, что в Белоруссии ни одного человека не допрашивали, и в России, насколько нам известно, друзей, знакомых Павла никого не допрашивали. Вот как украинские следователи объясняют, что они изучали все три следа, никого не допрашивая, ни с кем не встречаясь, никаких следственных действий вот в этих странах не проводя. Что они на эту тему говорят? Следователи мне говорили о том, что они посылали официальные запросы российским властям. Некоторые следователи говорили мне о том, что они связывались с белорусскими коллегами. К сожалению, я этого не могу подтвердить, потому что мои запросы о предоставлении информации белорусским и российским следователям остались без ответа. они также связывались, например, с Александром Клименко. Это владелец Вести, радиостанции, где работал Павел, но я не могу это подтвердить. Кроме этого человека я не могу подтвердить, с кем они общались или пытались общаться, потому что они не готовы предоставлять эту информацию, не очень прозрачно. Я могу прокомментировать тоже этот вопрос, потому что я задавала этот же вопрос следователю, который беседовал со мной. Я у него спросила, почему вы не с кем из российских Пашиных друзей не связывались? Они готовы вам дать какую-то информацию. Каждый из них им есть что рассказать. Я говорю, почему вы не связались? Он говорит, вы знаете, у нас же такие отношения с Россией, ну мы в будущем, конечно, может быть, свяжемся. Вот какой я получила ответ. И до сих пор ни с кем они не беседовали. Добрый вечер. Александр Купченя, юрист, правозащитник. Крис, я хочу вас поблагодарить за вашу деятельность, за ваше расследование. Уверен, что оно внесет существенный вклад в дело поиска виновных в этом преступлении. Вопрос в следующем. Сразу после гибели Павла на белорусских независимых интернет-ресурсах появлялась информация о том, что между Павлом и министром Аваковым существовала некая конфликтная ситуация, что министр Аваков испытывал чувство личной неприязни к Павлу за его профессиональную деятельность. Известно ли вам что-нибудь об этом? И если да, то можно ли в таких условиях рассчитывать на объективность расследования? Благодарю вас. Арсен Аваков это не тот человек, которого я бы описал как любителя независимой журналистики. И он очень критично относится к журналистам, которые независимо критично освещают деятельность украинской власти. Я ничего не знаю о его личном отношении к Павлу и об их связи. И я не хотел бы опускаться до обсуждения теории заговора, но я знаю, что у Павла были определенные связи, отношения с людьми из батальона Азов. И они очень тесно связаны с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. То есть, возможно, существовали какие-то трения между этими людьми, но я конкретно никакой информации на эту тему не не использую. И я, к сожалению, не видел эту информацию, которая публиковалась в белорусских СМИ на эту тему. Я скажу, что я должен сказать, что украинская МВД не очень охотно предоставляет информацию и отношение Арсена Авакова к журналистам наводит на мысли о том, не пытаются ли они специально создавать некоторые препятствия деятельности журналистов. обстракции из-за интерьер Министрии. Любовь Лунева, телеканал Белсад. Я бы хотела уточнить, вы сказали, что во время всего вашего расследования сложилось такое ощущение, что разные ведомства, которые занимаются этим делом, между собой не знают, что творит каждая, насколько продвинулась какой-то из этих ведомств. Есть ли у вас вообще ощущение, что они охотно представители разных ведомств идут на контакт именно с иностранными журналистами? И насколько вы вообще получили просто свое субъективное ощущение как журналиста, что они заинтересованы в том, чтобы продвигать это следствие? Нет и нет. Следователи не очень открыты были со мной. и честно говоря, мне кажется, что если бы я был украинским журналистом, может быть, они были бы более открыты со мной. И я думаю, что очень плохо, что украинские журналисты не ведут свои расследования. И единственное, когда мы видим какую-то информацию по этому делу, это когда проходит какая-то пресс-конференция, и кто-то поднимает руку и спрашивает, был ли достигнут какой-то прогресс по этому делу. Было так много журналистов, которые были огорчены и расстроены смертью Павла, и в то же время только четыре журналиста, которых я знаю, активно ведут расследование его смерти. И после убийства настолько любимого всеми человека и настолько влиятельного человека, мне кажется, что очень вызывает большое сожаление, что большее количество украинских, белорусских, российских журналистов не ведут собственное расследование его убийства. Я знаю, что я говорю это с точки зрения американского журналиста, то есть тот факт, что я американский гражданин, гарантирует мне определенную степень защиты, которую не гарантирована украинским, белорусским или российским коллегам. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Бойко, и на самом деле на мой вопрос, который я хотела задать, вы уже ответили. Но у меня родился еще такой вопрос. Я была в августе в Киеве и ходила на этот перекресток, где погиб Павел, и честно, вот это было через три дня после готовщины, и вот то, что я увидела там, мне, конечно, очень расстроило. Ну, я думаю, что не стоит объяснять. И вот мне интересно просто, почему так происходит, почему, вроде бы, мы об этом говорим, но вот место, где он погиб, оно, ну, по сути, ну, никто за ним не ухаживает, скажем так. Вот. И если можно еще, как бы, половинку своего первого вопроса я задам. Все-таки, почему вы занялись расследованием этого дела, а украинские журналисты, ну, скажем так, в большинстве с вами прижали хвост? И даже, может быть, не украинские, а белорусские? Может, это страх? Есть несколько причин, и есть один простой ответ. То есть, комитет по защите журналистов попросил меня этим заняться. И я хотел этим заниматься, я знал Павла, он был моим коллегой, и поэтому для меня было важно этим заниматься. И, кроме того, я занимался этим не один, мне помогали, в том числе и несколько украинских журналистов, но из соображений их безопасности мы не указывали их имена в отчете. Это вторая часть моего ответа на ваш ответ, которая состоит в том, что очень многие журналисты боятся расследовать такие сложные дела. Если вы читали этот отчет, вы видели, что говорила Мусаева по поводу работы в «Украинской правде». Журналисты, которые проводят хорошие журналистские расследования в Украине, хотя это относится всех стран, но так как мы сейчас говорим об Украине, то будем говорить в Украине, на них оказывается огромное давление. И если они берут на себя расследование подобное этому, таким образом они ставят себя еще под большее давление, и не только себя, а и свое средство массовой информации с ВГЗ. Я пытаюсь не выражать свои мнения и заниматься репортерской работой обычно, но сейчас я хотел бы выразить свое мнение. Я считаю, что очень жаль, когда такие люди, как Арсен Аваков, который сейчас возглавляет полицию Украины, критикует, оскорбляет и пытается запугать критичных журналистов. И очень жаль, что люди, когда люди, наделенные властью, пытаются совершать какие-то нападки на журналистов, то другие люди, наделенные властью, не встают на защиту этих журналистов. Вот в такой атмосфере был убит Павел, и в такой атмосфере оказывается давление, нападки на журналистов и слежка за их деятельностью. Поэтому иногда ко мне обращаются украинские коллеги, журналисты, которые хотят написать какой-то материал о сложной какой-то проблеме, и они просят меня поучаствовать в этом материале, потому что если под ним будет подпись моя, как представитель международной организации, это придаст это даст им хотя бы чуть-чуть чувство дополнительной безопасности. павел территорию. Опять же, я хотел бы начать с того, что у меня нет никакой информации, кроме той, которая была изложена в отчете. Я не сталкивался ни с какими доказательствами, которые привели бы меня к тому, что я бы поверил в наличие белорусского следа. Возможно ли такой вариант? Конечно, да, возможно. Но я думаю, исходя из того, что мы знаем, исходя из того, что изложено в моем отчете и отчете OCCRP, мы знаем, что в то время, как к автомобилю Шеремета была приделана бомба, на этой же улице находился представитель бывшей службы безопасности Украины. Мы знаем, что он встречался с шестью мужчинами из батальона Азов. Мы знаем, что у него была очень странная встреча с Александром Клименко, украинцем, живущим в Москве. Все люди, которых я сейчас назвал, они все граждане Украины. В расследовании вообще не упоминались ни одного имени гражданина России или Беларуси. Я сразу поясню, потому что там был вопрос, почему белорусы не подключаются, россияне. Ситуация такая. Преступление было совершено в Украине. Белорусу ехать в Киев, заниматься расследованием, не зная никого, понятно точно так же, как им приезжать к нам. И поэтому изначально была договоренность. Если при расследовании всплывает какой-то российский след или какой-то белорусский след, тогда, соответственно, подключаются или белорусские, или российские журналисты. И там, и там были команды, и люди были готовы. Но ничего не всплыло. Понимаете? Ничего. И следствие все время говорит, что они и такие версии рассматривают, но судя по тому, что они ни с кем не встречались. Хотя в Москве есть друзья Павла, которые говорят о попытках покушения или запугивания даже, которые были в России. И Павел сам это рассказывал. Но с ними все равно никто не встречался и ничего не узнавал. Вот так и получилось, что были готовы и там, и там работать журналисты. Но просто описывать всех знакомых Шеремета, которые живут в Белоруссии, от чего-то же надо отталкиваться. Вот этого толчка никакого и не было. Вот таким образом Павел и вот такой белорусский след. Теоретически Павел жил в Белоруссии, здесь много разных людей. Крис на самом деле неправильно сказал, потому что вот тот самый Малюта из батальона Азов, он белорус как раз. Очень хорошо у нас известный белорус, по недобрым делам известный. Да, но он уже получил. Но тут хоть какой-то был белорусский след, понимаете? Но больше ничего. Добрый вечер, меня зовут Любовь Каспирович. И вопрос в следующем. Несмотря на ваш особый статус как зарубежного журналиста, мешали ли вам во время расследования, если мешал кто и каким образом? Ни один из следователей или ни один из людей, которых я интервьюировал, не пытался оказать какие-то препятствия ставить на пути моего расследования? Я не буду называть имен, но было несколько человек, которые говорили мне, что не очень хорошая идея продолжать мое расследование. Я не думаю, что это были личные угрозы. Скорее всего, имелось в виду, что продолжение вот такой деятельности, с моей стороны, могло бы привести к определенным проблемам. И если вы читали отчет, то было одно сложное интервью с одним членом парламента, советником министра внутренних дел, который назвал меня террористом. И у него вообще были очень дикие теории по поводу смерти Павла, которые он связывал с попытками убийства его, но я думаю, это не были попытки препятствовать моему расследованию, а скорее попытки ввести меня от правильного пути куда-то вбок, в сторону. Антон Трофимаш, радая свобода. Пакольки мы тут все прескобе собрались, я думаю, коллегам было бы цикаво, пачусь про то, як было организовано гэта расследованне. Вы один над ним працавали, ци технічно так само вы займались усею гэтай працей, здымали текст, коншатковый репорт, сами писали. Вы працюете фуллтайм журналистам, у які час вы гэтым займались расследованне, ци вы сказали, сори, я три с половым месяцы тут па працую над проектом, пасля вернуйся до працы. И цимель вы яшэ так само керавника, ци редактора, с ким, до якох можно было пройти, сказать, слухай, тут просто сто с таких тор, я вось закопался, и куда рухаемся далей. Я уже говорил о том, что мне помогали несколько человек, один человек, который почти на полную ставку, на полный рабочий день занимался тем, что помогал мне. Я знал, что этот проект займёт несколько месяцев, и я занимался им параллельно со своей основной работой. Я не брал никакого отпуска и продолжал заниматься своей постоянной работой. Обычно, как я занимаюсь такими проектами, я нахожу какое-то время вечером после работы или выходные, или один день недели, выделяю на то, чтобы заняться этим проектом и балансирую это со своей основной деятельностью. С самого начала проекта со мной работал исследователь, человек, который мониторил новости и предоставлял мне всю информацию о развитии событий в этом направлении из новостей. Список, очень большой список людей, которых мы хотели проинтервьюировать, около ста человек. И мы разделили этот список на двоих, то есть я связался с половиной из них, встречался, проводил интервью. И человек, который проводил исследования для меня, тоже связывался с этими людьми. Очень многие интервью мы делали вместе. Некоторые я проводил сам. И мой исследователь тоже проводил несколько из этих интервью сам. Почти со всеми этими людьми мы провели по крайней мере два интервью. Кроме Светланы Людмилы Станиславовны, с которыми мы целый день провели вместе. Меня зовут Алексей Соломаха. Мы знакомы с Павлом, были знакомы лет 25, наверное, с 94-го или 95-го года, когда он сначала готовил, а потом был ведущим программы «Сначала проспект», потом «Экономист» на белорусском телевидении. У меня вопрос, я буду, наверное, задавать его дольше, чем вы ответите. Вы, по-моему, в беседе с Князевым вам подтвердили, что они сумели сопоставить с другим фото, ту же самую женщину. Вот в каких обстоятельствах было сделано то, другое фото? Вы спросили, вам сказали, где вокзал, магазин? Мне не сказали. Что наводит меня на мысль, что либо это неправда? Я не знаю, мне просто это непонятно. Я могу вам сказать точно, что мне сказали. Есть очень много видео с этой женщиной, но на одном из этих видео ее лицо видно очень четко. И они мне сказали, что изображение получено, ее лица, полученное с этого видео, использовалось для того, чтобы сопоставить его с лицом женщины на другой фотографии. И я спросил, откуда эта фотография из базы данных, списка преступников, социальных сетей, открытых источников или откуда. Конкретного ответа не было. Князев намекнул, но прямо не говорил о том. Князев намекнул, что они, может быть, знают этого человека, но не могут официально сообщить о личности этого человека. Я могу вернуться к тому, что было в первом отчете с информацией об интервью с первым руководителем национальной полиции. И когда я спрашивал у нее, есть ли у них подозреваемые, и спрашивал, кто состоит в списке подозреваемых, она мне говорила о том, что у них нет информации по поводу личности этих людей. И когда я ей рассказал о том, что некоторые исследователи говорили мне, намекали мне о том, что они, скорее всего, знают, кто этот человек, но не могут официально сообщить об этом, она закатывала глаза и как бы говорила о том, что она не верит. Моя личная теория, мое впечатление состоит в том, что эти люди, исследователи, не знают, не располагает информация о личности этого человека, но после того, как они столько вопросов получили от меня, они хотели просто от меня отвязаться. То есть, таким образом, они как бы что-то говорят, но фактически ничего не говорят. Я прошу прощения, меня зовут Михаил Спанков, у меня одночасовое питание и до мати Павла Шарамета, и до вас, Крыс. Вы спробовали разместить фотку вот этой женщины, якая бачная, где-нибудь в инших незалежных из МИИ, и коли не спробовали, то чему? У меня нет этой фотографии, у исследователей есть эта фотография, это скриншот с видео. Это видео с одной из камер наблюдения, которой нет у журналистов, материал находится только у следователей. И можно вести дискуссию по поводу этики, этичной журналистики, что можно опубликовать, что нельзя, но я вам могу сказать, что на данный момент, если бы у меня была эта фотография, я бы ее опубликовал. Два коротких вопроса. Первый вопрос, уверите ли вы в то, что бомба в автомобиле Павла была предназначена не ему, а владельцу автомобиля? Нет, это было не случайно. Это было очень тщательно спланировано. Я считаю, что целью этого нападения был Павел, и очень было очевидно из видео, что этот мужчина и женщина следили за его квартирой несколько дней. Но я считаю, что целью был не только Павел, а его партнерша, Алена Притула, газета «Украинская правда» и журналистское сообщество в целом. Я не думаю, что это была какая-то личная месть, какие-то личные разборки с Павлом. Я считаю, что это было что-то гораздо более масштабное. Но, опять же, точно можно сказать только, когда будешь располагать большим количеством доказательств и фактов. На данный момент очень сложно сказать, определенно. Что было для вас самым сложным, как для человека и журналиста? Не очень часто журналисты пишут о тех людях, которых они знали лично, о своих коллегах, друзьях, людях, к которым относишься с большим уважением. И в такой ситуации очень сложно сохранять объективность и пытаться быть насколько объективным, настолько это возможно. И в такой ситуации очень сложно сохранять холодный рассудок и спокойно продолжать интервью, когда видишь, что тебя пытаются скормить какое-то вранье, не бросить просто блокнот и ручку и не разозлиться. Короче говоря, самое сложное – это оставаться объективным и спокойным. Потому что такие случаи поднимают температуру, и кровь закипает. Ты лучше других понимаешь, как работает эта машина. Как ты оцениваешь шансы на то, что следствие может получить второе дыхание и быть доведено до конца? Я очень надеюсь на это. Я думаю, для начала самое главное, что должно произойти, это президент Украины должен выполнить свое обещание и в команду следователей должен быть включен независимый международный эксперт, который будет наблюдать за ходом следствия и обеспечивать его объективность. Я думаю, что если это произойдет, то есть вероятность того, что дело сдвинется с мертвой точки и какая-то новая информация всплывет. В Украине был убит русский бывший парламентарий, и на пресс-конференции на эту тему один из журналистов задал вопрос, почему до сих пор не было раскрыто убийства Павла Шеремета? Руководитель генеральный прокурор сказал, что не повезло. Я думаю, что это очень ленивый ответ. Но есть определенная доля правды в этом. Если вы помните ситуацию с Гангадзе, очень много времени произошло, пока не была обнаружена эта информация, но в конце концов, когда нашли эту запись, то появились дополнительные новые ответы на вопросы. Может быть, я надеюсь, что и в этом случае может произойти что-то похожее, когда кто-нибудь, например, идентифицирует одного из подозреваемых или произойдет что-то в таком роде. Если это произойдет и когда это произойдет, то следующим этапом будет правосудие. То есть то, что всплывает какая-то новая информация, не всегда приводит к тому, что торжествует правосудие. Если посмотреть на случай с Гангадзе, то, что всплыло множество информации, не привело к тому, что полностью восторжествовало правосудие. Мы все же очень надеемся на правосудие. Спасибо большое, Крис. Спасибо. Спасибо. Спасибо.